Библейский пост. Два вида поста, доступны каждому, который угоден Богу. Пост, за который Бог воздаёт. Мир вам, друзья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, вы смотрели футбол по телевизору? Зачем эти мужчины бегают за мячом? Что они делают? Они хотят забить гол. А зачем им гол? Пусть просто бы бегали и без цели пинали мяч. Интересно было бы смотреть такие футбольные матчи? Я думаю, нет. Так и Библейский пост. Без воздаяния награды от Бога смысла нет. Когда Иисус Христос учил нас молиться, давать милостыню, поститься, Он говорил о том, что Бог видит всё, всё, что ты делаешь в тайной комнате, и воздаёт. Он говорит о воздаянии, награде, награждении явно. То есть уже не в закрытой комнате, а явно, так, что ты увидишь. То есть не просто быть в диете, здоровье для тела, а награде от Бога. Как футбол без гола, так и пост без награды от Бога нет смысла. Библейский пост – это когда ты постишься в тайне от людей, но открыт для Бога. Когда Бог видит тебя тайно и воздаёт явно. И об этом написано в Слове Божьем. Правильный библейский пост в глаза Господа. Разберём пост, который будет правильным в глаза Господа Иисуса Христа. И как можем начать сами поститься, каждый под руководством Духа Святого. Пост для каждого. Даже у себя дома, при возникновении необходимости, получить ответ от Бога или укрепиться духовно. Специального учения про пост в Новом Завете нет. Поэтому всё про пост – это отдано человеку в единстве с Духом Святым. То есть поститесь так, как учит ваша Церковь, община. Вы часть Церкви Христовой. И есть личный пост, который между вами и Богом Отцом. Об этом виде поста и пойдёт речь в данном видео. Личный пост, о котором знает только Бог и вы, за которые Бог Отец воздаёт, даёт награду явно для нас и окружающих. Вообще, за любой поезд есть награда. Без награды ты не останешься. Или от людей, или от Бога. Два вида поста, доступных каждому. Всего два вида поста, которые вы можете легко проводить дома без учителей, но с огромным результатом. Во-первых, сухой пост. Во-вторых, мокрый. В-третьих, дополнительный, комбинированный. Сухой пост даже без воды. Мокрый, с употреблением воды или чая по здоровью. Вообще, при систематическом посте, когда он становится частью нашей жизни, меняется многое. Наши приоритеты, мышление, привычки и даже жизнь. Это всё серия записей, которые помогают человеку освободиться от злых, нечистых духов и жить в свободе. А для этого, мы помним, нужно три составляющие. Это церковь, пост и молитва. Церковь мы посмотрели в предыдущих видео. Сейчас разбираем пост. Следующее. Рассмотрим молитву. В этом видео мы углубимся в библейский пост и его концепцию. Важность соблюдения поста без поиска признания, то есть как учил Иисус Христос. Откройте для себя значение поста, молитвы и тайного даяния, зная, что Бог видит всё. Присоединяйтесь к нам в этом духовном путешествии, чтобы искать освобождение, награды и божественных благословений. Подпишитесь сейчас, чтобы быть более и получить более глубокий контент о библейском посте, христианских практиках и благодати Господа. Какой ты набожный, какой ты крутой. Посмотрим на Нагорную проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Откроем Евангелие от Матфея 6 глава стихи 16 по 18. Учение Иисуса о посте. Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда постишься, умойся и приведи в порядок волосы, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только ваш невидимый Отец знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается в тайне. Это Евангелие от Матфея 6 глава стихи 16 по 18. Господь учит правильно молиться. Он не учит заново и не дает учения о посте. Он корректирует, как правильно и неправильно поститься. В чем правильность и неправильность поста? В результате. Правильный результат в глазах Господа Иисуса Христа. В неправильном посте ты не получишь никакого результата. Правильно проведенный пост дает воздаяние и награду не от твоих братьев и сестер, а напрямую от Бога. Кто бы это не хотел, а вы, друзья. Правильный пост, условия. Тайная комната, чтобы никто не знал. Когда никто не видит тебя постящимся, один Бог видит, что ты делаешь там и воздает тебе явно. Именно так. Неправильно. Когда все видят, какой ты набожный, какой ты крутой и уже дают тебе награду. Друг мой, за пост есть награда. Без награды ты не останешься. Или от людей, или от Бога. Но Господу более угодны, желанны твои взаимоотношения с Богом, чем с людьми. Посмотрим на два вида поста, которые доступны практически каждому человеку. Вне зависимости от возраста, пола, здоровья. И главное, пост, в котором ты будешь вместе с Духом Святым. Мокрый пост. Теперь коснемся напрямую к посту, который может практически каждый. Мы начнем обсуждать от малого к большему. И возрастать вы тоже можете, на ваше усмотрение и ведение Духа Святого. Насколько я слышал, можно провести пост без пищи и воды на 40 дней. Но чтобы не попасть после этого в больницу, нужна подготовка. А мы разберем с чего начать, не обучаясь у постологов, диетологов. Начать и вести, привести свою жизнь в правильное положение и ведение Духа Святого. Два вида поста. Во-первых, мокрый. Во-вторых, сухой. В-третьих, дополнительный. Это комбинированный. Начнем с самого простого библейского поста для каждого. Так называемый мокрый пост. Это когда вы отказываетесь от пищи. Всей, любой пищи. Но продолжаете пить воду. Медицина говорит, что просто вода из-под крана не считается организмом за пищу. Когда мы пьем воду, желудок даже не начинает работать. Но если мы добавим хоть грамм сахара или чего-либо, при попадании в желудок он начинает работать. Так же, как и все остальные процессы. Если у вас слабое здоровье или медицина не позволяет, может быть большие физические нагрузки. Во время этого поста можете допустить чай с сахаром или без. Смотрите сами. То есть минимальная нагрузка на организм. Чистый, мокрый пост. Это отказ от любой пищи. Но продолжать пить чистую воду. Время. Срок на библейский пост. Срок. Время проведения поста. Идеальные сутки. 24 часа. От завтрака до завтрака. Или ужина до ужина. Сутки. Но при желании введения Духом Святым можете увеличить количество дней поста. Смотрите сами. Вы сами смотрите. Если трудно, можно взять на день. Позавтракать и поужинать. Пропуская все перекусы, обеды. Друзья, у каждого из нас разные нагрузки в течение дня. Не нужно насиловать организм и доводить до истощения. Смотрите реально. Чтобы провести пост, чтобы никто не заметил. И это стало частью вашей жизни. Это нормально. Например, вы работаете на стройке. У вас большие физические нагрузки. И на первое время вы можете взять мокрый пост с водой. По завтракам и поужинам. А если вам не позволяет здоровье, можете еще добавить чай. Пример мокрого поста. Пример. Мокрый пост. С ужина до ужина. 24 часа. Отказ от пищи. Продолжаем пить воду. С ужина до ужина. 48 часов. Два дня подряд. Отказ от пищи. Продолжаем пить воду. Можно иначе. Два дня в неделю. Например, вторник и пятница. Мокрый пост с ужина до ужина. Отказ полностью от пищи. Но продолжаем пить воду. Главное, чтобы было в начале. Напряжение для вашего организма. Со временем вы привыкнете и будете проводить два дня в неделю. Подряд или не подряд. Выбирайте сами. Я надеюсь, подробно рассказал вам про этот вид поста мокрый. Он доступен каждому. И постолог не нужен. Есть возможность личностного роста. Если возникают вопросы по посту, пишите в комментарии. Постараюсь ответить. Мы разбираем молитвы и пост в контексте духовного освобождения от нечистых и злых духов. Вы должны увеличивать, усиливать пост до тех пор, пока не получите освобождение. Конечно, продолжать, чтобы быть сильным духовно против любых духовных атак. Сухой пост. Сухой пост такой же, как и мокрый, только без употребления воды. Проводится без еды и воды. Поэтому он называется сухим. Это более шокирующий пост для нашего организма. Но более сильный духовно. Когда будете проводить сухие посты, вы увидите много изменений в вашем мировоззрении и духовной жизни. Режимы, время, так же, как и мокрый, только без воды. Если есть вопросы по этому виду поста, пишите в комментарии. Постараюсь ответить. Комбинированный пост. Можно чередовать мокрый и сухой пост. Например, вторник мокрый, от завтрака до завтрака с водой. Пятница сухой, от завтрака до завтрака без пищи и воды. Собственно говоря, тут можете экспериментировать. Границ тут практически нет. Сколько раз в неделю, месяц, год вы будете проводить пост, мокрый или сухой, все зависит от вас. Главное, стоит отметить. Помните, это результат, ответ от Бога. Освобождение в вашей сфере. Не берите сразу большие, сильные посты. Вы надорветесь. Потом не будете хотеть. Это как тренировка в спортивном зале. Невозможно сразу взять 100 килограмм. Никто не говорит, что это недосягаемый вес. Все можно. Но нужно постепенно к этому подойти. Вообще, милостыня, молитва и пост – это часть христианской жизни. Выход из поста. Конечно, самое лучшее выходить – это одна тарелка супа, бульона, чтобы запустить желудок. Ни в коем случае густое второе блюдо. Пожалейте желудок. Чтобы получить освобождение, нужно увеличивать усилия поста до тех пор, пока не получите освобождение или ответ от Бога. Тут главное начать. И где бы вы ни были, на каком уровне, слушайтесь Духа Святого. Он поведет вас в жизни постов и молитвы. Всего два вида поста, которые вы можете легко проводить дома без учителей, но с огромным результатом. Поститься не позволяет здоровье доктора. Что делать? Если вам не позволяет здоровье вести мокрый или сухой библейский пост. Мы знаем, что правильный пост – это когда мы убираем, ограничиваем себя в чем-то ради Бога. Не только еда. Пост может быть в отказе от обычных вещей. Это может быть все – сладкое, телевизор, телефон, хлеб. Помните отличие от диеты? Не тело – цель, а Бог. Вам запретил для здоровья доктор? Тогда вы сами знаете, от чего вы можете отказаться ради Бога и взаимоотношений с Ним. Библейский пост с Духом Святым. Начните поститься с того, что есть. Возьмите такой пост, который вы сможете провести хотя бы месяц. Один раз в неделю – мокрый пост, без еды с утра до утра. Пройдите им хотя бы месяц. Дальше вы сами будете знать, что делать дальше. Дух Святой укрепит и проведет вас. Или еще один пост, дополнительный, в неделю взять, может сделать его сухим. Вероятно. Вполне может быть. Продолжите и в старом режиме. Слушайтесь. Будьте в мире с Духом Святым. Доверьтесь Ему. Он сам вложит в вас желание что-либо изменить. Не спешите. У вас вся жизнь впереди. Сколько времени на земле? Волнуетесь. Вам мало осталось, мало времени? Не волнуйтесь. Вы пойдете к Богу в посте. Тут важен не какой именно, а в том, что вы стремитесь быть ближе к Нему через пост. Бог все видит. Вы были хоть раз в жизни в посту? Если да, поставьте лайк под этим видео. Сегодня мы узнали, как можно быть в посту, который видит Бог, и за который Он дает награду, воздает. Оказывается, вовсе не обязательно учиться в духовных школах, а можем быть ведомы Духом Святым. В следующее видео мы будем смотреть на молитву, как можно научиться молиться, не оканчивая духовных институтов, так как молился наш Господь, и за который Бог воздает. Такой молитвой, которая может принести свободу в нашу жизнь. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Господь о правильном посте, тайнам, где Бог смотрит на нас и воздает. Более того, мы еще много будем говорить на темы Церкви, Тела Христового, Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись, или вы получили Слово Откровения Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.